Мы под городским советом и городским хозяйством понимаем некие политические структуры или мы понимаем исключительно структуры, которые должны управлять городом, решать городские проблемы и делать жизнь каждого из нас, людей, которые здесь живут, лучше. Наверное, мы не политики здесь, в первоначальной инстанции, мы здесь все-таки хозяйственники, должны решать хозяйственные вопросы. Кому будет лучше от того, что мы сегодня ради политических амбиций пытаемся выходить на какие-то договорняки, прочие моменты, которые сегодня мешают реально запустить работу всех городских структур. Почему мы не можем принять бюджет наконец-то? Потому что, вдумайтесь, если мы затянем еще дней на 30 принятие этого важного финансового, основного финансового документа, то мы тендера проведем в лучшем случае в июне-июле месяце, мы подпишем договора в лучшем случае к августу, и мы в работы войдем в лучшем случае с где-то середины сентября. Что мы уже будем делать в этом месяце, какие мы дороги будем латать, какие дома ремонтировать и прочее, прочее, прочее. И, как бы, самый основной месседж – люди сегодня, которые выбирали всех нас, независимо в том числе от политических убеждений, они надеются на то, что здесь будет нормальная работа. А здесь идет какой-то деструктив до сегодняшнего дня. Я, как депутат Горсовета, и мои коллеги, которые взвешенно, совершенно ответственно приняли непростое решение, которое мы сегодня приняли и озвучиваем, мы подтвердили то, что мы не желаем и не будем работать в деструктиве. Да, мы оппозиция, да, мы депутаты оппозиционного блока, да, мы во фракции оппозиционный блок и в партии оппозиционный блок, но наша оппозиционная политика не должна касаться вопросов хозяйствования в городе. Мы не должны ставить палки в колеса друг к другу только лишь из-за того, что у нас есть какие-то политические, меркантильные и прочие амбиции. Да, мы будем жестко настаивать на соблюдении идеологических принципов оппозиционного блока, на защите людей, на выполнение тех обязательств, которые мы перед собой как политическая сила брали на выборах. Но если будет стоять вопрос, починить ли больше крыш, домов, залатать ям, построить дорог, то мы будем голосовать именно за эти решения, находясь в конструктивной оппозиции. Конструктивная оппозиция не предполагает, повторюсь, работать по принципу «баба-яга против», и лишь бы власти было хуже, а нам должно быть от этого лучше, и наши рейтинги должны расти. Я считаю, что это в корне неправильно, и я уверен и знаю, что так считают восемь коллег оппозиционного блока, депутатов оппозиционного блока, я их могу перечислить пофамильно, перед вами сидит Безуглый Дмитрий, депутаты городского совета Сергей Пустовой, Григорук Олег, Губерт Вячеслав, Пилипенко Анжела, Степанян Елена, Демидова Наталья и Иков Владимирович. Коллеги, спасибо.